Повторные выборы губернатора Приморья прошли в форсированном режиме. Избирательная кампания была сокращена и составила всего два месяца с небольшим. В очередном круге выборов было зарегистрировано четыре кандидата – Андрей Андрейченко, Олег Кожемяка, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. Андрей Ищенко в избирательном списке не появился, КПРФ не выдвинула его кандидатом, объяснив это тем, что вообще не признает повторные выборы. Самовыдвиженцам он зарегистрироваться не смог, собранные им подписи муниципальных депутатов вызвали массу вопросов и так называемый муниципальный фильтр в результате не был пройден. 16 декабря приморцы с хорошей явкой пришли на участки и проголосовали за самого, по их мнению, достойного из четырех претендентов. Ну, пришли потому, что это наша активная жизненная позиция, то есть мы не можем пропустить такое мероприятие, как выборы. И ожидаем мы, конечно, хороших дорог в Пыльмурском крае, не только в городе Владивостоке, ну, чтобы развивалась социальная сфера, непосредственно там школы, детские сады, чтобы хорошее питание было у детей, ну, чтобы все было хорошо. Да, дочь? Уже к полудню 16 декабря стало понятно, голосование идет активно и без провокаций. Ну, я бы сказала, в штатно напряженном. То есть официально никаких жалоб нет, но все равно чувствуется волнение, чувствуется напряжение, все переживают за результаты. Традиционно активное участие в голосовании принимали пенсионеры. Охотно шла молодежь. Избиратели постарше приходили целыми семьями, многие вместе с детьми. Я всегда хожу на выборы, потому что я поставлю галочку против того кандидата, который, ну, который мне нравится и который, считаю, достойный этого. Я пришла на выборы, потому что все-таки край требует перемен. И с надеждой на то, что сегодня мы выберем губернатора, начнутся уже не подготовительные работы, а настоящая работа по улучшению жизни в крае. После обработки всех протоколов стало ясно, что Олег Кожемяка набрал 61,88%. Впечатляющий отрыв от ближайшего кандидата Андрея Андрейченко обеспечил победу в первом же туре. Жемяк Олег Николаевич, это кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей в соответствии с законодательством Приморского края, будет признан избранным губернатором Приморского края. Явка избирателей составила 46%. Таким образом, в выборах приняли участие 680 тысяч человек. Серьезных жалоб к нам не поступало. Были обращения граждан, которые были связаны с вопросами о включении в списки избирателей, с вопросами, связанными с голосованием вне помещения для голосования и с работой мобильного избирателя. Каких-то жалоб о подкупах, о подвозах, особенно в массовом своем характере, как мы сталкивались в предыдущей кампании сентябрьской, в избирательную комиссию не поступало. И вот теперь Олег Кожемяков, вступивший в должность губернатора, начинает формировать свою команду. Стало известно, что первым заместителем главы региона станет опытный аппаратчик Сахалина Вера Щербина. А тем временем депутаты Думы Владивостока 20 декабря на завершающем год заседания обсудили сохранение конкурсной процедуры и формирование комиссии по назначению мэра. В нее войдут 8 человек – представители администрации города и края. Комиссия начнет принимать документы претендентов уже на днях. После рассмотрения программ кандидатов на должность главы Владивостока на заседании Думы по истечении 100 дней будет принято решение о назначении городоначальника. По срокам это примерно март – начало апреля 2019 года. Этот вопрос будет выноситься на заседание Думы города Владивостока и на нем будет приниматься решение или прямые выборы главы города Владивостока или через решение Думы города. Ранее глава региона Олег Кожемяка, еще будучи временно исполняющим обязанности губернатора, внес в законодательное собрание края проект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона, пока его приняли в первом чтении. Когда депутаты краевого парламента примут закон в окончательном чтении, тогда вопрос об избрании мэра Владивостока будет решаться на заседании Гордумы. Именно депутаты определят, будут ли они назначать мэра или жители Владивостока выберут главу города путем голосования. Максим Яковлев, Екатерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом.